Здравствуйте, меня зовут Ганыч Виктор Иванович. В авиакомпании ПАНГ работаю с 2007 года инженером по радиоэлектронному оборудованию. Хотел бы вам немного рассказать о данном вертолёте Ми-26Т. Он является транспортным вертолётом с грузоподъёмностью 20 тонн, но данная грузоподъёмность зависит от заправки топливом. Общая взлётная масса вертолёта 56 тонн. В вертолёт спокойно могут заехать грузовая техника, такая как КАМАЗ, ЗИЛ, КРАЗы. Вертолёт может работать с внешней подвеской, также участвует в пожаротушениях. Можно пройти внутрь, немного посмотреть внутрь. На данном вертолёте для загрузки колёсной техники имеются необходимые средства. Это рампа, трап, так называемый, для заезда гусеничной и колёсной техники. Имеются также спереди две лебёдки, которые затаскивают груз. Также с помощью этих лебёдок у нас есть тельфера, вот рельсы, на которых тоже можно завозить сюда груз, который тяжёлый, который нельзя вручную занести. Также они переоборудоваются, как я говорил, для затаскивания колёсной техники. Здесь же имеется рамка ограждения для работы с внешней подвеской. Имеется свой кипятильник, также у нас имеется плита, так как вертолёт изначально рассчитан был под армейские нужды. Внутри можно также переоборудовать его под десантников. Помещается 90 человек десантников здесь. Экипаж вертолёта состоит из шести человек. Два человека – это бортоператоры, которые работают в грузовой кабине. Они следят за грузом, за внешней подвеской. И состоит из четырёх человек, которые находятся в кабине экипажа. Здесь место командира. Здесь у нас располагается второй пилот. Здесь бортинженер. Здесь штурман. Бортинженер в течение всего полёта следит по своим приборам за показаниями двигателя, расходом топлива за пожарной системой. Пилоты. Ну, естественно, у них есть аэронавигационные приборы, по которым они следят за пространственным положением вертолёта. Ну, и также штурман, который, согласно заданию, строит маршруты в графике полётов и рассчитывает заправки. Максимальная скорость полёта, несмотря на габариты данного вертолёта, составляет 270 км в час. Крейсерская – 250 км. Дальность полёта при полной заправке составляет 800 км. Ну, вот, я вам немного рассказал о данном вертолёте, который для меня считается самым лучшим и смотрится он всегда величественно. Ну, а теперь я пойду дальше готовить вертолёт к полёту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!